Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с ситуацией на Российско-Украинском фронте. Зачитая сводку новостей, покажу на карте. Так, сводка Генштаба ВСУ. Армия врага пытается нарасти темпы боевых действий на Востоке, чтобы цепить украинские войска. Сейчас я покажу на карте, насколько я тут уже стал разбираться. Сейчас главное направление я понял еще и Харьковское. И теперь получается так, что силы ВСУ начали окружать эту группировку. Там у них 7 батальона тактических групп вооруженных сил РФ. И они уже опомнились, как бы, и начали давать отпор. И вот есть такой поселок или городок Циркуны. И вот здесь завязался бой, я вижу, вот. Сейчас я покажу на карте. Вот тут под контролем. Российская армия, как бы сказать, опомнила, что сейчас большая группировка. Эти батальоны попадут в окружение, их уничтожат. И вот Циркуны красной точкой, говорят, видите, уже пришло подкрепление. Еще бои идут в Чугуеве. Вот. И в Красной Лопане. Сейчас всеми силами терробарона ВСУ пытается выбить армию РФ с этого района. Но, видите, никак не получается. Видите красные точки? Это все пока под контролем еще армии РФ. Но самое главное направление это рубежное и попасное. Вот. Уже как Путину кровь из носа надо к 9 мая как бы показать, что он добился каких-то побед. Но вижу, как это все двигается, понимаете, по одному метру в день. Я, конечно, с юмором говорю. Но продвижения ни хрена нет, я скажу. Вот как горели все эти, в Кременной опять бои начались, в Рубежном тут вот рядом еще бои, потом попасные бои, потом ясноватые бои. Понимаете, никак они пытаются как бы, но их уничтожает. Сегодня уже 400 погибших. Сейчас последнюю новость я вам зачитаю самую информацию. В Луганской области оккупанты пытаются взять под контроль попасную и рубежную и готовятся на наступление на север Донецк. Я говорю, никак у них продвижения нет. И сегодня в СУ, вот вчера, то есть до 2 апреля, нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49-й обществовой армии РФ, который, вопреки боевому установкам, здравому смыслу, был размещен на незначительном удалении от линии боевого соприкосновения в Херсонской области, сообщает управление Украиной. Вот я вам покажу Херсонскую область, и вот как раз эта сводка, как раз ликвидированы 2 российских генерала. Представляете, уже я не считаю, сколько рядовых солдат, офицеров гибнет, 2 высокополеоставленных, как сказать, генерала. И вот, уничтожили двое российских генералов, один из них тяжелорайный еще, так, сейчас это все уточняется. Это что происходит, я говорю, если боевые генералы уже гибнут под Херсонской областью, я уже молчу, что происходит вообще там на других фронтах, потому что гибнут нереально, по 400 в день уже, сейчас, как сказать, армия РФ теряет минимум 400 до 500 в день. Да, и вот теперь, сейчас еще в Одессе, после сегодняшнего обстрела, 5 человек погибло, включая трехмесячного ребенка, 18 раненых, украинских граждан. Это только пока кого нашли, сейчас я вас всю эту информацию покажу. Российские нацисты выпустили не менее 6 крылатых ракет в Одессе. Жители города слышали взрывы в разных районах. Так, вот, видите, эти ракеты, взорвавшиеся в воздухе, сейчас говорят, что несколько ракет удалось сбить, горожане видели взрывы в небе и падающие горячие обломки. Так, и вот, последняя информация, сколько все это, как происходит, видите, дома уничтоженные, и среди них был убит трехмесячный ребенок. Так, сейчас это заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он уточнил сейчас, кого только нашли, 5 убитых, 18 раненых. Ермак, не случайное число, жертв будет расти. Среди убитых трехмесячный ребенок, малышня, которого должна была встречать родителями первую Пасху, ничего святого, абсолютное зло, зло будет наказано. Ну да, люди хотели встречать Пасху, сейчас вот праздник, и они начали бомбить Одессу, и убили вот пять людей, и среди них маленького ребенка. Ну я говорю, ничего святого, правильно говорят, вот про двух генералов, я говорю, вот за счет этого они еще, Бог наказал, потеряли два генерала. Сейчас такая информация, что оккупанты возят мужчин из Мариуполя для мобилизации в армию ДНР. Да, в Мариуполе там еще идут бои, и теперь, кого здесь удалось как бы взять в плен, их будет принудительно, ну как сказать, собирать их в какой-то район, не знаю, место там, и депортация, а потом будет батальон специально организовывать, чтобы для наступления на ВСУ. Российские оккупанты принудительно вводят мужчин из Мариуполя. После фильтрации, так называется фильтрация, их мобилизуют в армию, так называемой Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения об усилении сплошной фильтрации мужчин в частном секторе Кальмилского или Выбережного района. Получены первые подтверждения предназначения мобилизации в армии ДНР. Преимущество это забирает людей до 40 лет, их направляет в направление Донецка. Его судьба уже неизвестна, да, куда, на пушечное мясо, на рядовую, на первую линию, и все уничтожит. Сейчас Польша поставила Украине вооружение на 1,6 миллиарда долларов. Вчера Байден уже поставил, все, официально объявили, что 304 миллиарда долларов, я сегодня ролик выпустил, уже вооружение, там нереальный список, я зачитал, там еще Польша, в общем, если плюсовать, это будет 5 миллиардов долларов. Армия Украины получилась за последний вот месяц. Польша поставила в Украину вооружение на сумму более 1,6 миллиарда долларов. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер. Мюллер сказал, что национальной валюте стоимость, это получается 7 миллиардов злоты. Он добавил, что оно поможет спасти украинскую и польскую суверенность. Да, ситуация, говорю, сейчас страшная вообще для всех этих жителей, которые живут рядом. Вот Николаев, вот Одесса, пусть это явно, что уже начали обстрелы, значит в ближайшее время пойдет штурм. В Молдавии уже их президент вся на нервах, потому что все, Путин решил оккупировать полностью юго-восток Украины. И плюс еще, я думаю, Николаев, он будет планировать в ближайшие две недели штурмовать и брать и Одесса. Ему главное отрезать Украину от моря, понимаете. Идут поставки зерна и, понимаете, им главный смысл, чтобы сделать Украину полностью, ну, дефолт. Вот, Украина торговала зерном, вывозила из портов своих, как бы сказать, за рубеж, продавала на миллиарды долларов. Теперь, если они отрубят всю эту побережье, как бы сказать, Украины и все, не будет полностью оккупированы все эти порты украинские. Украина не сможет продавать на экспорт свою пшеницу. Это будет голод во всем мире. Как уже прогнозировали глобалисты уже, и все уже знают, что вся эта система действует для того, чтобы создать голод во всем мире. И теперь надо ВСУ обязательно подтянуть сюда свою группировку многочисленную, что у них есть. Не знаю, откуда тут взять направление вот центральных частей, чтобы здесь. Не дай бог, что их отрежут от моря, тогда все, Украине будет, я скажу, не сладко. Это слово, даже не могу сказать, это будет все, это будет кризис полнейший. А тем более, если они сейчас будут продвигаться в Украину, они и Молдавию захватят. Да Молдавия, что там, вон она, у нее армии нету, и там некому оборонять. Тем более, Приднестровская, эта республика, там уже, что там, 3000 или сколько там российских солдат ждут приказа. И они могут выступить в любой момент. В общем, вот такая обстановка, говорю, идет ожесточенная борьба, люди гибнут, дети гибнут. Вот праздник, Пасха, а вот бои продолжаются, люди гибнут. Путину насрать на этих людей, что они гибнут, на всех, на маленьких, на взрослых, на украинцев, на русских. Ему уже все, мания, величие, всех уничтожить, все, оккупировать Украину. В общем, вот такие новости, ребята. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok